Привет! Сегодня хочу поделиться очень вкусным рецептом горошников. Это блюдо сразу два в одном. Не нужно дополнительно готовить гарнир, достаточно только дополнить, например, овощным салатом. Очень вкусно, сытно и к тому же недорого. Итак, для начала нужно залить кипятком 100 грамм гороха и 100 грамм риса и оставить набухать на 4-5 часов. Я это обычно делаю с вечера. Горох должен стать мягким. Хорошо промываем рис и горох. Мясо филе 700 грамм перекрутим на мясорубке. Сразу же перекрутим одну большую луковицу. К фаршу кладем подготовленный горох и рис. Добавляем половину чайной ложки соли, половину чайной ложки сухой аджики, черный перец, одну столовую ложку с горкой сметаны или можно добавить сливки. Все хорошенько перемешиваем. Чтобы фарш получился сочным, вливаем примерно 80 мл воды. Еще нам понадобятся панировочные сухари. Я готовлю их сама. Батон нарезаю кубиками, подсушиваю в духовке, затем измельчаю блендером. Берем фарш, формируем колобочки. Обваливаем в панировочных сухарях. Противень смазываем растительным маслом. У меня противень фирмы Таллер. Внутренний размер 31,5 см на 25 см. У такой формы двуслойное депрегарное покрытие, стилизованное под камень. В ней ничего никогда не подгорает и не прилипает. Кладем в заготовки. У меня получается 20 штук по 65 грамм. Ставим в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов. За это время подготовим заливку. Морковь натрем на терке. Луковицу порежем кубиками. Свежие помидоры разрежем на 2 части. Держась за кожицу, натрем на терке. Кожицу выбрасываем, она нам не понадобится. Берем сковороду. У меня диаметр сковороды 24 см. Подходит для всех типов плит, включая индукцию. Наливаем немного растительного масла, примерно 3 столовые ложки. Кладем лук и жарим его до полупрозрачности. Теперь к обжаренному луку добавляем морковь и жарим еще все вместе минуты 2. Добавляем томаты. Перемешиваем и добавляем 3-4 зубчика чеснока, пропущенных через пресс для чеснока. Сметану 200 грамм разведем в горячей воде 500 миллилитров. Вливаем сметану с водой в сковороду. Перемешиваем. Добавляем пару лавровых листиков, половину чайной ложки соли, черный перец по вкусу. Провариваем минуты 3. Горошники окрепли, вынимаем из духовки и заливаем заливкой. Ставим обратно в духовку и готовим еще 30 минут при температуре 200 градусов. Или ориентируйтесь по своей духовке. Готовые горошники подаем с овощным салатом, например из капусты. Кстати, хочу вам напомнить, что официальный интернет-магазин посудотайлер.посудотайлер.ру специально предоставляет скидку для моих подписчиков 15% по промокоду Наталья. Ссылка на магазин и все подробности смотрите в описании. Сытно, много и очень-очень вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самые лучшие награды для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я вам желаю приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!